Приветствую, друзья, вас в нашей португальской компании. Устраивайтесь поудобнее и в этой серии мы будем проводить, скорее всего, войну против Гранады. Так как Гранада это самая удобная мишень, она в военном союзе только с Тунисом. Не состоит пока что в коалиции против нас. И у нее перемирие с Алжиром. Но для того, чтобы с ней повоевать, нам нужно освободить одного из наших дипломатов. Ближайший дипломат находится в Кастилии, выполняет важную миссию. И мы его оттуда дернем. Он пытается настроить фанатиков суннитов. Вот так вот, иди сюда. Восемь дней. Иди к нам, дорогой. Дипломат свободен. Вроде как готовы объявить войну, но нет повода для войны. И это проблема. Минус два к стабильности нам не нужно. И агрессивное расширение нам тоже не нужно. Австрия не присоединится к этой войне. Так что... Дипломатия. Гранада. Наш соперник. Тайные операции. Сфабриковать претензию. А мы можем как-то... Участие в крестовом походе дает католическим странам серьезное увеличение числа рекрутов и дохода от налогов. Вы действительно хотите призвать к крестовому походу против державы Гранады. Это даст католическим странам, находящимся в войне с неверной страной, серьезное увеличение числа рекрутов и дохода от налогов. Ну, к примеру, отправить повод у меня появится с Гранадой воевать. Пока что с Баденом у нас плохие отношения. Дипломат вернулся. И нам нужно ждать 12 сентября. Хорошо, но это небольшой срок. Мы действительно можем его переждать. Мы получили повод для войны. Священная война с державой Гранада. Они проклятые язычники. Замечательно. Повоюем с ними. Так, а что мы можем построить здесь? Давайте построечками займемся. В принципе, все равно что строить, потому что мы будем строить все. И, пожалуй, я бы, знаете, что сделал? Я бы все-таки уменьшил военную усталость хотя бы на два пункта и национализировал Бадахас. Так, повод для войны у нас есть. Дипломат у нас тоже есть. Но 12 сентября еще не наступило. Подождите, еще что-то важное мы можем сделать. Не хочу ничего упускать. Давайте распустим слабые кораблики, а именно Коги. Они просто занимают в нашем флоте место. А транспортники наши соберем все в одном месте. Два флейта. Хорошо. А этот флот? Избавимся от каравелл. Заменим их все на ранние фрегаты. И, по-моему, у нас здесь есть карака. От нее мы тоже избавимся. И можем спокойно себе заказывать ранние фрегаты. Раз у нас много денег. И мы можем так сказать немножко обновить наш флот. У нас есть еще лишние корабли. С которыми хочется отдельно справиться. Зачем нам здесь барк? Не нужен он нам. 7 сентября. Все. Провели все изменения необходимые. И, кстати, хочу немножко вернуться к комментариям. Стас Сапун пишет Посмотри, как дела у Польши, Литвы, Украины и России. Делайте, друзья, такие заказы. Буду смотреть. Россия. Россия в плохих с нами отношениях. И ее волнует агрессивное расширение Португалии. Но по чуть-чуть это волнение спадает. Они выполняют задание подчинить Казань. Казань достаточно велика. Так что, я думаю, в ближайшие 20-30 лет Россия еще будет занята выполнением этого задания. Украина. Украина воюет против Дании, Норвегии, Ангальта, Ливонского ордена и Генуи. И состоит в союзе с Россией, Грузией, Бранденбургом, Швецией. Я думаю, эту войну они выиграют. Благодаря своему союзу. Литва. Литва с военным союзом, Фальцем и Грузией. Никаких заданий у них нет. Польша. Выполняет задание завоевать Смоленск, который является частью России. При этом Польша находится в союзе с Грузией, Россией, Венгрией, Австрией, Швецией, Мекленбургом, Неаполем. Сочетают такие несочетаемые страны своим союзом. Ладно. Так. Наши транспортники здесь готовы. Введем их в Кадис. Если будем воевать против гранаты, то нам понадобится переправить флот. Вряд ли Кастилия даст нам такую возможность. Можем немножко ускорить течение времени. Ну что. В принципе мы готовы объявлять гранаде войну. Это рисковое мероприятие. 75% агрессивного расширения, 125 престижа и 100 стоимости за полное присоединение. Но наша цель не присоединять, а сделать их своим вассалом. Продемонстрировать военное превосходство. Почему я так спешу? Потому что гранада может вступить в коалицию против нас. И тогда придется воевать против всей коалиции. Объявить войну. Объявить войну. И собственно начать боевые действия. Нет командующего. Почему его нет? Поможет нам наш правитель на самом деле очень быстро захватить вражеские территории. Дипломат вернулся назад. Молочинка. И пока мы захватываем, у нас есть время. Давайте посмотрим, с кем бы мы могли улучшить отношения. Я бы все-таки предпочел бы поддержать Австрию. Дипломатия. Отношения. Улучшить отношения. Отправить. Дипломата туда работать. Все. У гранады нет армии. Стоять, стоять, стоять. Активирован модификатор крестовый поход. Доход от налогов плюс 10%. Боевой дух армии. Число рекрутов. Вау. Все отлично. Держава Османской империи приняла предложение в мире, сделанной державой Венгрия. Венгрия разорвет все договоры с державой Мамы Люки. Авиджи Энагар присоединил к себе державу Авадх. Тунис присоединился к державе Гранада в войне против державы Португалия. Авеньон, Британь, Нормандия, Навара, Комму. Все, все наши, естественно, присоединились. Вассалы к этой войне на нашей стороне. Даже все равно, кого высаживать. Поплыли, поплыли, друзья. Обратили Гранаду. Национализируем ее. Дипломатический выпад от Монтуи. Высаживаемся. Можно штурмануть, конечно. Типа по-быстрому закончить эту войну. А можно и не штурмовать. Сколько у нас? 348 тысяч. И увеличенные доходы. 54 дукат от налогов. Итого мы получаем 146 дукат. Скоро можно будет инфляцию убивать. Франкфурт приняла предложение о мире сделанной державой Гессен. На следующих условиях Гессен переходит в религию католичества. Игумнов Иннокентий пишет. Попробуй организовать восстание в Арморике. Может присоединиться к твоему вассалу. Иннокентий такую идею хорошую подсказывает. Дело в том, что Арморика когда-то принадлежала Франции. Потом мы хотели добрать ее к территории Британии. Воюя как раз с Францией. Но Великобритания забрала у нас прямо из-под носа Арморику. Но у нас пока нет дипломатов свободных. Вот освободится как раз тот парень, который работает на мирное присоединение Навары. И тогда заживем. Обратим, так сказать. У нас много денег. Мы, конечно, можем позволить себе их потратить. К примеру, на фарфор и пряности. У нас есть еще провинции, где мы можем такое дело построить. Увеличив наши доходы. Подождите, а можем в Часапиксском заливе построить снасти, рыба или соль. В любом случае, любые эти товары для нас будут важны. Правда, мы дипломатические очки на это тратим. Разгоняться не будем. Сольем деньги до 7 тысяч. Хелсинг нам пишет. Зачем так много денег? А я пишу... Не пишу, точнее, я скажу, что мне жалко. Мне жалко тратить очки на строительство. Поэтому... Деньги растут, а я их не трачу. На корабли другое дело. На корабли можно тратить себе преспокойненько. И не переживать. А что у нас еще по... Лимиту армии и по лимиту флота. Можем нанимать еще. Ну-ка. Новый правитель в Кастилии. Забавно. Так. Захват, захват, захват. Великие полководцы. Да, берем. Ветка наступательных идей. По ней мы будем следовать. И это усилит мощь наших армий. 131 из 134. Еще три кораблика можем спокойно себе заказать. Эта менюшка не всегда бывает доступной. Ранний фрегат. Что будем делать с этими кораблями? С этими ранними фрегатами. Пожалуй, я их отправлю. Знаете, куда? Я их отправлю. В Малаку. Пусть усиливают торговое влияние здесь. Здесь они мне очень пригодятся. И можно было бы повоевать с Ачехом. Ачехом точнее. Ну, сейчас войну с гранатой закончим. Посмотрим, какой будет результат. Вдруг все будет плохо. Открытие новой земли дошло до нас хорошо. До нас дошло! Ага, и теперь у нас появился один свободный колонист. Отправляем его сюда. И войско сюда же. Кастилья развивается. Ну, и мы не стоим на месте. Да и колонизация в последнее время нас волнует все меньше и меньше. Нидерланды начала против державы Голландия войну под названием Нидерландское завоевание провинции Зеландия. Такая маленькая Голландия окружена Нидерландами. Нидерланды разрастаются. Сейчас они еще не опасны, но все очень может быть. Все очень может быть. Дурные новости. Генерал покинул этот мир, потому он достоин первоклассных похорон. Согласен. Так, Франция у нас отжимает нашего молодого. Естественно, мы им не даем. Может быть, даже вложимся. Ага, уже не вложимся. Вы можете нанять бесплатного командующего, но для этого у нас нет военных очков. Уранний фрегат новый готов. Июнь. Это середина 1612-го. Я думаю, как раз когда мы войну с гранатой закончим. Счет, кстати, уже 25. Ага, национализацию закончили. У нас появится свободный дипломат и место для вассала. Пиратов уничтожили. Окей. Плыли и разбили пиратов. Не очень, конечно, хочется, чтобы пираты тут злодействовали. А что, если я сделаю по-другому? Кораблик, кораблик. Плавай ты-ка сюда. А потом возвращайся вот сюда. Заходи в этот порт и такой будет у тебя патруль, чтобы не появлялись новые пираты. Так, Гибралтар взят почти. Во всяком случае, подавили вражеское сопротивление здесь. Теперь дело только за Мурсией. Мурсия, Мурсия. 135-134. У нас кораблей больше, чем надо уже. Хорошо, я знаю, кем мы сможем пожертвовать. Тут плавают барки. Барки уйдут в небытие. Так. Война войной. 1.56. Военная усталость. Не столь уж она и велика. Может быть, напасть на Чех? Обзор своей страны. Хотя, сделать АЧех вассалом мы не сможем. Так как не будет просто на него места. Точнее, сможем, но это будет стоить нам минус 1 военное очко в месяц. Навару граната заменит. Ладно, с АЧехом пока погодим. Но почему именно делать вассалом, а не присоединять вопрос для того, чтобы потом поглотить АЮтью? Ответ. В Португалии следует помнить одну очень мудрую фразу, что острие меча может равным счетом срубать головы и освобождать атаков. С чем мы придем к тем странам, с которыми воюем? С мечом и репрессиями? Казалось бы, такой метод установления порядка и контроля очень эффективен. Но, с другой стороны, если мы придем к ним с образованием, с постройками, с благами, так сказать, принесем им цивилизацию, принесем им просвещение, принесем им улучшение качества жизни, то такая империя просуществует гораздо дольше. У нас всегда есть выбор, и я думаю, делать выбор в пользу до 14-го будет практически заканчиваем. Делать выбор в пользу просвещения все-таки стоит. 4 кораблика. Ну, отправляйтесь в Малаку тоже. Такими путями, чтобы вас не настигло истощение. И сюда. Стабильность уменьшится или казна на 1000? Скандал в королевском. Пусть лучше казна на 1000 уменьшится, чем 1. Очко стабильности мы потеряем. Милан опять вступает в коалицию против нас. Ладно, переживем. Главное, что они против нас не воюют. Ох, а сейчас посыпется, конечно. Интеграция долгий процесс. Мы присоединили Навару, но легитимность пострадала на 10 пунктов. Престиж возрос. Правда. Ну и, как мы и говорили, что мы будем нести этим провинциям. Несем им просвещение через строительство. Через улучшение качества жизни. Несем им храмы, построечки. И попытаемся привлечь местное население не путем репрессий. А, кстати, вместе с присоединением к нам и корабли присоединились. Присоединением Навары. Кто? Галлеончик? Галлеончик сюда. И ранний фрегат. Даже не один, а два. 116 и 136. Нам ничего даже строить не надо. Плюс две провинции. Замечательно. И самое главное, что сейчас еще и дипломата получим. Дипломатический выпад со стороны Бургундии. А Бургундия нарывается. Не находите ли? Январь 1613. Вот этот вот период, который у Португалии сейчас есть, его легко можно назвать одним словом, точнее одним выражением. Это мирное присоединение. Когда он закончится, мы значительно пополним наши территории. И, во-первых, и запас рекрутов, и число армий. Претензии на Лабурдан. Лабурдан. Отлично. У нас есть претензии на французские территории. Мы сможем провести против них еще одну войну. Численность населения в провинции Гуроны увеличится на 100. Хорошо. Национализация. Колониста нам не дают? Нет, не дают. Двенадцатитысячное войско пополняет нашу армию. Куда мы их отправим? Да, пожалуй, тоже туда же. О, как! У нас уже 10 корабликов прибыло. Малако. Отправим их сюда. Я думаю, можно будет замещать барки теперь спокойно. У нас тут 16 барок. Давайте по чуть-чуть их будем замещать, чтобы не терять доходы. Это, конечно, мелочи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выбрать отряд. Работайте здесь же, а мы продолжим строить корабли. Строительство хорошего флота. Это очень важная традиция для Португалии. Наш флот должен быть лучшим и сильнейшим. Даже давайте построим с избытком корабли. Ну же. Милан начала против державы Венеция войну под названием Миланская война за возвращение провинции Кремона. Отлично. Ого. У нас тут повстанцы. Семь и тысяча. А здесь армия 8-2. С полководцем справятся быстро. Размер военных традиций уменьшится на 10. Трудности в поиске командиров. Количество, качество. Тем не менее, новая, более многочисленная армия испытывает сейчас непредвиденные трудности. Плохо? Неприятно. Так, национального достояния теперь принадлежат нам. Вау, надо помогать нашему союзнику. У него тут восстание. Он воюет на нашей стороне. И мы не останемся в стороне от его проблем. Сто процентов. Теперь можем заключить перемирие. Дипломат у нас есть. Гранада, гранада. Полное присоединение. 48 сверх расширения. 33 дипломатических очка. И плюс 22,5 агрессивного расширения штраф. А если... 15 процентов. Вернее, 15 очков. И никакого сверх расширения. И никакой траты. А нет, дипломатические очки вроде как тратим. 33. Ну что, делаем их вассалами. И потом скармливаем им территорию Кастилии. Я понимаю, что полное присоединение это круто. Но с другой стороны, становится нашим вассалом. Это тоже неплохо. А улучшить отношения с ними... Уж как-то улучшим. Даряем провинции. Хотя успели эти отношения очень сильно испортить. Тунис оставим наедине. Эх. Ну нам надо Кастилию, Гранаду кормить Кастильскими провинциями. Потому что воевать с Кастилией сейчас было бы бессмысленно. Лучше делать вассалом. Будем кормить. Я знаю, что мы столкнемся с трудностями из-за этого решения. Но так-то так. Отправить требования. Может попросить еще. Торгового влияния. Или и так получим все, что хотим. Ладно, много требовать не будем, чтобы не испортить отношения. Становится вассалом державы Португалия. Ганза вступает в военную коалицию. Да, мы расширим коалицию против нас. Это однозначно. Но теперь у нас появился вассал. Вассал, с которым мы будем улучшать отношения. К сожалению, пока у этого вассала нет претензий на Кастильские территории. Но есть претензии на Арагонские территории. То есть можно будет повоевать с Арагоном и присоединить к Гранаде парочку арагонских провинций. Мы лишились эффектов от влияния модификатора Крестовый поход. Хорошо, но я так понимаю число рекордов мы сохраним. Генуя покидает военную коалицию против нас. Отлично. Так, смотрим, кто нас догоняет. Восемьдесят четыре. Франция догоняет. Отрываемся. Кастилья догоняет. Отрываемся. Восемь. 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 И следующая война. Это, скорее всего, будет война против Арагона. Давайте посмотрим, с кем мы будем воевать. Но война эта будет нам не страшна. Двадцать четыре. 24, 36, 71. Да, у ребят явные к нам претензии. Османская империя очень не нравится, что мы творим. Только ее, конечно, не хватало в коалицию против нас. Гельдерн вступает в коалицию и сразу же начинает нас задевать. Зря вы так. Ой, как-то медленно мы фабрикуем претензии. Февраль 15. Ну, очень медленно, я бы вам сказал. С Бадахасом определенно какие-то трудности. Так, Малако, конечно же. 116, 115, 130, 136. Для шести кораблей место есть. Так, и проведем войну с Ачехом. Через 14 месяцев, я думаю. А пока что ждем окончания 1613 года. И на этом серию будем прекращать. Заключение мира. Норвегия приняла предложение мире, сделанное державой Швеции на следующих условиях. Норвегия разорвет все договоры с державой России. Голландия приняла предложение. Полное присоединение. Все, Голландии больше нет. Зато есть мощные Нидерланды. Тут пока ничего интересного. Франция создает корабли. Пусть создает так армию нашу. Вернем. Можно даже начать самостоятельное подавление повстанцев. Почему бы и нет. Работайте. Господа, работайте. Эх, плохо. Такие парни в коалицию против нас вступают. Плохо, плохо. 140. Это 4 кораблика можем уничтожить. Давайте найдем барки злосчастные. И от них избавимся. От 5 кораблей. О! Опять корабли еще поплавают. Так, 10 тысяч солдат, которые готовы вступить в бой на этой территории. Было бы у нас время обратить на нее внимание. И среагировать. Так, сидеть нам тут или все-таки убираться отсюда? Я думаю, бессмысленно наши транспортники просто держать здесь. Давайте отплывем на территорию нашей митрополии. Все, 10 новых кораблей. Ранний фрегат. Может, отправим их сюда же. Объединим. Ну и уже 68 кораблей у нас тут плавают. Но, пожалуй, я буду менять и каравеллы. Каравелл тут очень много. 10 каравелл. Выбрать этот отряд. Распустить. Севилья. Да, пусть работает в Севилье. Так, подождите. У нас, по-моему, инфляция. Давайте сначала снизим инфляцию до нуля. По два кораблика закажу. Чтобы побыстрее избавиться от балласта. Такого, как каравеллы. Ну и денежки слили. На благо и на пользу нашей строительной компании. Так, Сантано готова. И отправляемся дальше. Колонизировать. Завоевывать мир. Гранада отныне считается частью нашего национального достояния. И мы можем заняться здесь строительством. Но давайте начнем с того, что она у нас родная производит. Соль. А это значит, что мы можем построить здесь не просто постройку, а морскую мануфактуру. В метрополии больше ничего? Ничего. Хорошо. Дорожная сеть. Хорошо. Строим. 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 Несем это самое просвещение. И благо. Пусть не обижаются на нас. Октябрь 1613. Ждем 1614. Еще одна колония может свободно и мирно развиваться. Национализируем ее. Нидерланды выбрали себе тоже место. Хитрое. Давайте побережье что ли займем. Декабрь. Декабрь. Хороший месяц. Он закончится. А с ним и закончится эта серия. Все. Январь 1614. Что мы имеем из достижений на это время. Немножко на две провинции увеличили количество принадлежащих нам на территории Испании. Получили гранату в качестве вассала. И возможность повоевать с Арагоном и со всей нашей коалицией. Заодно. 88. Еще 8 месяцев можем спокойно прожить. У нас один дипломат свободствует. Давайте наверное попробуем в арморике. Дипломатия. Тайная операция поддержать повстанцев. Католические фанатики. 9% риск восстания. Отправить. И пока в течение 10 месяцев мы попытаемся вызвать восстание в арморике. Мы будем подготавливать военную кампанию против Арагона. Наверное все наши отряды нам понадобятся и переводим их в Навару. Что у нас по дипломатии? Претензии против Франции у нас есть. Или может не тревожить коалицию, коль скоро она пополняется новыми членами. А повоевать действительно против Ачеха. Сделать их своим вассалом. Как раз к 1917 году у нас присоединится Конго. И мы насчет Африки сможем вздохнуть спокойно. У нас будет место для еще одного вассала. Коим и сделаем Ачех. И начнем, наверное, мирное присоединение кого-нибудь покрупнее. К примеру... К примеру Британии. Представляете? Раз, два, три, четыре, пять провинций сразу добавится к нашим силам. Неплохо было бы отхватить и укостили чего-то как-то где-то. В общем, надо думать. В любом случае, друзья, на этой неделе стартует голосование на следующую страну, за которую я буду писать прохождение. Так что не пропустите. Ссылка на группу ВКонтакте будет под видео. Вы еще можете оставлять ваши предложения, потому что у меня возникла идея, точнее мне ее подсказали в комментариях, что можно провести несколько голосований. То есть голосование в три этапа. Так как предложений больше 20, соответственно, можно по 8, по 9 вариантов выставлять. Выставлять. Вы будете голосовать. Тот вариант, который победит в первом голосовании, будет участвовать в последнем голосовании. Итак, набрать три варианта, из которых в итоге последним голосованием и выберется та страна, за которую я запишу прохождение. Спасибо вам за ваше внимание. Оставляйте ваши комментарии. Спасибо всем, кто комментировал к прошлой серии. Очень интересно было читать ваши советы. Это и Хелсинг, и Сундучок Геймеров, и Денис Евдокимов. В общем-то, Илья Пархоменко оставляли неплохие комментарии. Нурбек Жаманкул и Лицо на гривне. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Играйте в свое удовольствие, друзья.